Музыка Сегодняшний вечер мы посвятим музыке. И не просто музыке, а театральной музыке. У нас в гостях Валерия Федоровна Возная. Она воспитала не одно поколение театральных певцов, поставила вокал многим известным мастерам. Сегодня она возглавляет музыкальную часть театра «Фест». И, собственно говоря, именно из ее рук и вышла музыкальная история нашего любимого театра. Я вас приветствую, Валерия Федоровна. И хочу начать нашу сегодняшнюю беседу, ну, в общем-то, с традиций. Наших театральных музыкальных традиций. Мы знаем, что вот пение, театральное пение – это особый жанр. Потому что мы знаем немало замечательных артистов, которые, по сути дела, безголосы, но их исполнение живет десятилетиями, годами. Валерия Федоровна, вот в чем особенность театральной музыки, театрального пения? Ведь кажется, что актеры – это не какие-то музыкальные профессионалы, да? Они бывают и люди безголосыми. Но их исполнение очень важно на сцене. Многие спектакли не могут быть без вот этого театрального пения. Как подготовить такого исполнителя? – Прежде всего, конечно, надо иметь очень хороший слух. И надо, вот понимаете как, театральное пение – это петь, говорить, если можно так выразиться. – Петь монологом? – Да, петь, говорить. – Там «Я встретил вас, и все былое». Понимаете как? Это же не пение, но это пение, актерское пение. То есть я могу знать точно мелодию и положить эту мелодию на актерскую речь. Вот это самое главное. Понимаете как? У кого-то это получается очень хорошо. – Как у Высоцкого? – Да, да. Как у Розенбаума также. – Хотя он не театрал? – Да, это правда. Нет, ну уже, наверное, эта профессия перевалила, чем медик. Вот. И Игорь Александрович иногда просит, вот научите петь этого актера. Я говорю, голоса у него певческого нет как такового. Но научить актерскому пению можно, если хороший слух. – Игорь Александрович – это художественный руководитель театра. И я понимаю, что он с такими просьбами обращается, когда задумывает какой-то спектакль. – Наверное, наверное. – И уже подбирает под него исполнителя. Так вот, вот смотрите, к Вам обращаются с такой просьбой. Это надо начать с нуля. – Да, надо начать с нуля, и занятие нужно по возможности ежедневно, и нужно уметь спеть упражнения определенные, которые даются на это. И потом результат. Получится, не получится, это тоже… – То есть не у всех получается? – Не у всех получается. – Но давайте все-таки вернемся к истории театра, фест, о его музыкальной истории. Потому что в его истории есть постановки, которые выдержали время, они до сих пор востребованы, они действительно на основе музыкального материала. – Да. Вы знаете, это все произошло давно, тогда, когда в 1996 году 14 человек принятых… Понимаете, театр был создан уже, официально создан. Но там было всего 14 актеров, и это был, так сказать, театр, если можно было назвать, семья. Да. Они все решали вместе. И решили, что 14 человек – это мало, и надо сделать набор. Как бы на подготовительные курсы они приняли еще 14 человек, год отзанимались, и отправили их учиться в театральное учебное заведение «Институт современного искусства». «Институт современного искусства». Это было в 1996 году. А я в это время там работала. И они все попали ко мне. И когда я увидела, что среди них есть замечательные голоса у ребят, и я предложила сделать, поставить в театре, как дипломный спектакль, спектакль по оперетте Фиалкома Мартра Кальбана. А наш руководитель, то есть руководитель этих студентов был профессор Остальский. Он вообще сказал, как там, надо же петь, и все. Я говорю, нужно сделать сценическую редакцию, которую я сделала, чтобы это была не оперетта, у нас не театр оперетта, а драматический театр. И поэтому была сделана сценическая редакция, очень много убрали то, что не нужно. И единственная, конечно, главная героиня, которая должна действительно уметь петь хорошо. Иметь голос. Да, иметь голос. Такая актриса у нас была. Вот кого бы вы отметили, да, действительно. Да, вот, и поэтому спектакль был поставлен, он был очень необычный, потому что он шел в фойе, и там были столики как кафе, и решение его было совершенно неординарное, совершенно не такое, как... В общем, я считаю, что такого спектакля в России нет, точно. Этот спектакль идет до сих пор. Конечно, первых исполнителей, которые уже никто в возрасте, потому что там практически студенты должны быть, уже третий раз мы меняем состав. Но спектакль идет, и мы его не снимаем. И вот такой не то, что успех этого спектакля, а то, что театр может ставить музыкальные спектакли, было совершенно ясно. И после этого пошли такие спектакли, как «Тень», Анофриев, как потом также редакция была сделана по летучей мыши Штрауса, и это все шли спектакли, и действительно исполнялись, и имели, так сказать, достаточно большой успех. Дело в том, что сам Анофриев, который написал «Тень», он к нам работал вместе с нами, и был очень доволен. – Олег Анофриев, да? – Да. – Легендарный певец, сценический певец. – Потом мы начали ставить не только для взрослых, но и для детей музыкальные спектакли. Практически сейчас почти все спектакли для детей у нас музыкальные. – А вот скажите, а что дает самому актеру в его профессиональной практике вот именно такая музыкальная эстезия? Она дополняет его палитру, скажем так? – Конечно. Вообще, вы знаете, каждый год у нас кастинг. Мы смотрим студентов, окончивших вузы. Кто хочет, тот подает заявку, и мы прослушиваем. И самое первое, кроме того, что нужно по программе прочесть стихотворение, басню, сыграть какой-то отрывок. Самое главное – ты умеешь петь? – Спой. – Ты умеешь танцевать? – Танцуй. Понимаете, как? Это, наверное, все-таки решающее. Кроме того, что он сам имеет какие-то актерские способности, но он все-таки должен хорошо петь и хорошо танцевать. У нас театр драмы и комедии. Вот мне кажется, что мы не просто театр драмы, мы музыкальный театр драмы и комедии. Понимаете, как? – Но это более сложный жанр. – Да, да. Потому что в основном последние вообще спектакли практически все музыкальные. Я имею в виду большие, конечно. Не те, которые небольшие, идут в камерном зале. Потому что спасибо, конечно, администрации, которая давно уже сделала пристройку. У нас теперь три зала. Большой зал, камерный и еще так называемый зал под крышей. – А вот скажите, я вот еще что думаю. Ведь меняются вкусы, пристрастия музыкальные. Вот время накладывает свой отпечаток, технологический, компьютерный и так далее. Как это отражается на музыкальной культуре актера? Она становится другой. То есть какие-то идут, я не знаю, может быть, какие-то новые формы. – Вот сейчас была поставлена пьеса, то есть она и была. У нас шел спектакль «Золушка» в старой нашей редакции. И эта «Золушка» была, то есть отредактирована, заново написана, короче говоря. Заново написана. И, безусловно, совершенно другие образы получились в результате изменения нашей жизни. Техника идет вперед, дети без телефона, планшета не работают, не могут находиться. Там то же самое. Вы знаете, получился эффект. – То есть именно современное прочтение? – Современное, да, туда. Вместе, вот соединение, сочетание классики, ведь «Золушку» знает весь мир и знает, кто она и что она, и как она жила и так далее. Но вот это и плюс современная жизнь, которая туда все равно входит. Никуда же ее не денешь. Мы без этого жить не можем. Получился эффект, и дети воспринимают это просто на ура. Потому что они понимают, они другого той жизни, они же не знают. – Да и мы-то не знаем. Мы тоже через искусство воспринимаем. – Я думаю, когда я была в молодости, как мы жили, у каждого, ну, не у каждого даже был дома телефон. Но мы прекрасно жили. Теперь это невозможно. – А все-таки вот эта музыкальная культура, которая была раньше очень-очень хороша, она возвращается к нам, может вернуться? – Да, она… Вы знаете, я не знаю, конечно, но я не сторонник. Сейчас очень много переделывают пьесы классического репертуара. А я этого не понимаю, я не воспринимаю это. – Это период экспериментов. – Да, вы знаете, и мне кажется, что классика, она должна остаться, и поднимать на нее руку не надо. – Тем более на музыкальную кладбись классику. Ну что ж, хорошо, сегодня мы закончим на этой ноте нашу беседу. Я вас приглашаю на музыкальные спектакли театра «Фест», которые уже не одно десятилетие у нас ставятся при вашем участии. Есть очевидные звездочки, есть что послушать и на что посмотреть. Поэтому встретимся в театре. Всего вам доброго.